Сегодня 11 мая. Куст Ханки спальмированный веером. Ханка, несмотря на прохладную погоду, пошла сейчас очень хорошо. У нее хорошие вот такие крупные побеги, спальмированные на четыре рукава. Первый рукав, в продолжении ему положено второй рукав и то же самое с той стороны. Один рукав и второй рукав. В этом году на удивление хорошо цветет Ханка, точнее собирает свести практически на каждом побеге по два, по две цветочные почки, по два бутона. Один бутон, второй бутон. Вот здесь один бутон, второй бутон. Так, буквально каждый побег по два бутона. В прошлом году некоторые побеги на Ханки были холостыми. Куст винограда Ханка сформирован на четыре рукава. Каждый из четырех рукавов несет по одной однолетней плети плодовой стрелки. И каждая плодовая стрелка несет по пять плодовых побегов. На каждом плодовом побеге по два соцветия. Растет очень равномерно и красиво. Сегодня 26 августа. Сорт винограда Ханка. С одного куста нарезал вот такое 20 литровое ведро гроздей. На каждом побеге было по две грозди. Вот такие грозочки. Грозди 350-360 грамм. Все выровненные, все одинаковые. Ягодки чуть больше четырех грамм. Ягоды не костлявые. В среднем где-то по две косточки на ягодку. Но вот эта гроздь грамм 370. Устающая и устойчивая болезнями не поражается. Сок окрашен. Вот если мы раздаем ягода, то увидим, что сок у нее красный. Ягода красится. Вот тут две спины, белые косточки. Уже совсем коричневые кости. Вкус у нее очень хороший, с фруктовыми тонами, высокий сахар. Ягода довольно сухая. Сок отделяется плохо, но хочется мне попробовать в этом году сделать из нее вино, моно вино и посмотреть, что из этого получится. У нее есть какой-то интересный и очень хороший потенциал. Чувствуется, что может что-то получиться в вине. Поэтому сейчас я ее срезал на моно вино. Буду пробовать. В моих условиях при стандартных обработках ханка ничем не болеет. Сорт очень устойчивый. И уже начинает вызревать лоза. Где-то она вызрела на 2 метра, где-то поменьше. Вот эта лоза меньше вызрела, а следующая на 2 метра на полтора. Глаза зреет одновременно с поспеванием урожая.